Всем бицухи, с вами Калис Фэмили. Друзья, в наше время наиболее интересны вопросы жиросжигания и всего такого. Именно поэтому существует масса тренажеров, всякого рода чудо-методик, чудо-таблеток и других средств, которые, как говорят рекламодатели, помогают легко и быстро исправиться от жира. Но так ли это? Давайте разберемся. И сегодня мы поговорим о самом простом, бесплатном, эффективном и действенном методе сжигания жира. И это ходьба. Чё? Да, вы можете удивиться, чё? Какая ходьба? Ведь я хожу в зал, занимаюсь там несколько часов, плаваю в бассейн, кручу педали, ничего не ем, но никак не могу похудеть. Но тут вопрос в том, что многие, записавшись в зал и отпахав-то на тренировки, очень устают. И думают, что раз они позанимались в зале, то всё, успех обеспечен. На самом деле тренировка в зале сжигает по максимуму 300-500 калорий. Но люди, приходя из зал ложатся на диван, полностью исключают свою бытовую активность, что очень неправильно. Именно поэтому сегодня мы поговорим о ходьбе. Профессор Силуянов, которого вы наверняка знаете, в своё время много проводил исследования на эту тему и пришёл к выводу, что наиболее эффективный метод для жиросжигания – это низкая или среднеинтенсивная кардио. Ходьба идеально подходит под это описание. И не стоит заметить тот факт, что жир сжигается изначально внутримышечный. Да, не удивляйтесь, у нас в мышцах содержится жир. И механизм его сжигания таков, что, занимаясь нагрузкой, вы расходуете именно внутримышечный жир. После этого необходимо провести период отдыха. И жир из жирового депо, такого хранилища жира, скажем так, переходит обратно внутримышц, становляясь внутримышечным, соответственно, при этом. И мы его снова можем использовать. Так вот. Именно поэтому ходьба. Разберём плюсы ходьбы. Во-первых, это крайне полезно для здоровья. Если уточнить, то это полезно для сердечно-сосудистой системы. Это позволяет подготовиться к дальнейшим тренировкам, если вы хотите пойти потом в бассейн, там, в тренажёрный зал, на танцы и так далее. Это крайне полезно для суставов. Точнее, это не то, чтобы полезно, это не вредит суставам. Многие люди, особенно больно смотреть, когда это делают полные люди, записавшие зал, начинают бегать, прыгать, просто уничтожая при этом свой неподготовленный позвоночник и свои колени. И дело даже не в том, что он неподготовленный, а в том, что огромный лишний вес крайне опасен и вреден для этого. Ходьба же – это полезно, физиологично, бесплатно, что немаловажно. Многие тратят кучу денег на абонемент, не посещая потом зал, и деньги просто загорают. Абонемент заканчивается, и всё. Опять же, стоит разобраться, как правильно ходить. При этом необходимо, чтобы это было нам полезно, а не во вред, держать правильную осанку. То есть спина ровная, подбородок поднят, не надо ходить вот так вот смотреть себе под ноги. Спина прямая, подбородок поднят. Наступаем на пятку, плавно, не торопясь. Не стоит торопиться идти быстрыми и длиннющими шагами для начала. Ходите плавно, медленно, сильно не утруждая себя. Со временем, когда вы привыкнете, будете потихонечку наращивать темп и наращивать время вашего времени ходьбы. Так вот. Изначально эффективно будет, ну, соответственно, чем больше, тем лучше. Но тут есть своего рода допущение, что жир внутримышечный обычно расходуется примерно за 30-40 минут ходьбы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому не стоит ходить больше этого времени. Походили 30 минуточек, если вам хватает на это время сил. Потом час отдохнули, и можете снова идти ходить и сжигать внутримышечный жир. И восстанавливать его путем жира из жирового депо. Тем самым сжигая жир. Если же вам легко просто ходить, и вы не хотите ходить по 5 часов, вы можете повысить интенсивность тем, что ходить, например, в гору, ходить по лестнице, спускаться лестнице, подниматься в лестницу, использовать скандинавские палки для ходьбы или их аналоги, или в крайнем случае просто интенсивно махать руками. Ну, не то, чтобы махать руками, а совершать вот такие движения, поднимая свои руки на уровне груди. На этом в целом все. Ходить – это полезно для здоровья и для жиросжигания. Не заметите, как в считанные недели или месяцы вы кардинально изменитесь. На этом все. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь советами, делитесь своими историями, преображением. Стараюсь отвечать всем. С вами был Максон. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!